Выдавили вот эти краски и сейчас мы с вами начнем писать море. Море прибойки. Но для начала мы раскроем небо. Вот небо и вот этот подмалевок он нам даст такой эффект прозрачности коричневых красок, которые будут. Мы будем работать очень тонко, очень жиденько и размазывать широкими клейцами. Вы взяли вот такие клейцы? Молодцы! Вот это за вас. Ну что, берем широкую кисть, разбавитель. Сейчас я начинаю размазывать белило. Сначала я беру белило. Смотрите, чисто белило. Добавляю в них немножко черный. Вы скажете, почему не синий? Да добавим синий. Вот черный добавляю. Теперь я добавляю немножко синий. Чуть-чуть. Вот черный-синий добавляю. Красиво. Великолепно. Можно побольше добавить. И немножко охры. Охры чуть-чуть. Вот охры чуть-чуть. Охра светлая. Вот видите, немножко добавляю, чтобы не такая была... Вот намешал той краски, которая здесь у меня на тарелочке. Так, начинаем. Сначала я раскрываю по всему холсту. По коричневому. С широким клейцем. Добавляю немножко разбавителя. Разбавителя немножко добавляю. Густо не накладываю. Работаем жиденько. Жиденько. Вот это темное пятно. Видите как? Охры немножко добавить. Немножко холодновато получилось. Давайте вот здесь затекли немножко. Чуть-чуть затекли. Белое мы не трогаем. Белое мы не трогаем. Так. И пошли вверх. 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 Вот так вот. Вверх. 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 Видите? Просвечивает коричневый красочек. Жиденько. 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 Раскрываю очень быстро. Очень эмоционально. Очень быстро раскрываю. Там-то гаммалёвок остался. Теперь эту кисточку я ложу. И беру другую. Немножко узенькую такую. Добавляю жёлтого в белила. Жёлтого в белила. Так. Где у нас просвет будет? Ага. Вон он там. Здесь вот. Вот так. Просвет. Можно даже зажилтеть посильнее. Дружбольное. Пусть он такой тёпленький будет. Просвет. Вот это коричневенько оставляю. Видите как просвет идёт. Тоже в протирочку. Жиденько. Ни в коем случае густо пока не накладываю. Жиденько накладываю. Жиденько. Красочку жиденько накладываю. Мы давайте вот этот просвет мы сделаем тёплым. А вода будет холодная. А просвет будет тёплым. Вот он. Тёплый просвет. Видите какой просвет. Теперь в эту жёлтую красочку. Ну давайте я вам что-то буду показывать. Вот она. Да, не, не стекает практически. Вот я в эту же жёлтую красочку добавляю этой же холодненькой вот этой смеси. Которую я намешал. Небо. Вот у нас тут получилось. Может она здесь. Так как всё получится. Так что мы с вами немножко только добавляете буквально холодную красочку эту же. Которую небо мы делали. Добавляю или охры. Или если нет охры, жёлтую может быть. Вот я отнюю. Посвет красочки. Жиденько. Почему? Потому что можно потом будет исправить. Как бы идёт сюда. Посвет. Вот я там поглядываю на эскизе. Тарелочку. Уж больно мне она понравилась. Тарелочка. Так хорошо решилась. Почему? Потому что в маленьком формате больше правды. На большом формате немножко послажнее. Я там смотрю. Тут ещё облака мы сейчас учнём. Ну что, как устали? Нет. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Давайте вот изумрудночку я вот... Слушайте, а вот этот кусочек красочки мы тогда налепили, как хорошо он. Прямо хорошо красочка. Видите, как великолепно. Волны мы пока оставляем. Значит, смотрите, передний план, изумрудная зелень, белила, можно добавить, добавляя мохры. Добавляю этой серенькой красочки, которая есть у меня в небе. Она есть, я на этой палитре как бы и работаю. И немножко затираю передний план. Но чтобы просвечивалась белая. Вот посмотрите, белая краска просвечивалась. Вот она просвечивает. Я затираю, убираю. Можно еще раз сказать, что... Протирочкой так работает. Называется легко-легко протираю. Но белила оставляю. Вот они, видите, просвечивают. Просвечивается пена, посвечиваются какие-то кусочки. И сейчас мы и на камушки перейдем. Если на камушки, то перейдем. Так, камни сейчас будем писать. Ну, как вы успели, да? Кусочки тут сделаем. То есть мягкий переход, да, делаем? Да-да-да, мы раскладываем. Растяжечка. Почему мы делаем? Да-да-да-да, курильник. Потому что у нас подмаревывают. Мы, когда с вами будем мастер-класс проводить, сразу накраску намешиваем. Закладываем в стиле коровы отдельно. У нас немножко другая, как бы, технология. Сейчас мы перейдем на камеру. Как-нибудь можно чуть-чуть синенькой такой, холодненькой. Такая вот каменная смесь. Давайте я вот так напомню ее. Уберем черноту вот эту. Черноту камней уберем. Обязательно нужно их убрать. И камни немножко, чуть теплее, они освещены. На нем будут брызгливые воду, но они чуть-чуть теплее. Вот давайте я вот этот еще камушек. Вот этой же водой, краски, которая это как вода, вот она здесь. Видите, вот я ее тут похолоднее сделаю. Почему этот камушек? Потому что он постоянно на него волны налетают. Он должен быть такой немножко холодненький. Смотрите, мы раскрыли с вами. Вот смотри, да, видишь, камни здесь просвечивают. Вот они, вот они просвечивают. И заодно давайте передний план. Я беру белила. Добавляю в эту же краску вот белил. Такой вот. Вот здесь. И давайте чуть-чуть напишем передний план. Ухра, краска, она дает с утрамарином очень хороший эффект. Такой дает, как, так сказать, держит почти всю работу. Вот это я ее вот так вот просушечку сделал. Вот передний план. А вот этот камушек мы пока оставим полный. Вот мы почти по всей работе. Вот я передний план камни. Вот прописываю сейчас. Вот. Ну и заодно я пропишу вот этот передний план. Я беру охры. Еще раз добавляю больше белил в охру. Белил не бойтесь добавляйте. И засечить надо кусочек вот этих камней. Хотя еще мало белил добавил в охру. Охра светлая. Добавляем белила. Передний план мы луч света все, что-то и оставим. Небольшой. Вот он. Так. Вот я оставляю, и зато в виражок тот час вот как бы остается темненько. Чуть-чуть их засветил. Камушки эти. Охра светлая. Теперь я беру белила. Добавляю немножко зеленой. С этой охрой. Вот она такая. И поправляю передний план волны, там пену. Где-то просвечивается камень. Передний план вот так вот. Хотя его немножко, видите, это утемнение кое-где. Вот. Водичка сюда морская как-то налепилась. Ну и заодно, давайте я попробую написать так, вот с этой амбюрчика, вот эту волну. Ну она не очень-то так сильно активна, чтобы была красочка. Ну я думаю, что ее нужно сделать. И тут вот под волной вот тень такой вот. Сюда вот она идет. Вот там вот что-то. Видите, как бы передний план высветляем. Теперь я беру тонкую кисть. Самую такую тоненькую. Беру белую немножко. Это, в общем, где у меня кораблик, вот эта, яхта так называемая. Вот куда она пойдет, ну пусть сюда возвращается. Я вот от яхты делаю такое, как бы, от нее отражение. Чисто грилы. Потому что мы тогда не могли сделать. Вот она отражение. От яхты. И заодно этой красочки, по этому синему ультрамарину, очень далеко, там далеко-далеко в глубине. Так вот я их чуть-чуть показываю, вот они, видите, волны эти. Далеко, чтобы нам этот передний план уже не трогать. Много не надо. Там несколько штук появляется, они исчезают в глубине. Ну, чтобы вот эту черноту разбить, впервые, впервые, показать пространство и глубина волны. Вот передний план у нас волны такие крупные, а там дальние. Это перспективно. Так, 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 видите, у нас уже, уже выходит. Заодно тут поправим, тут поправим, тут поправим. Этот камень, вот я его оставлю тёплым, таким вот, он как пятно, пусть держится, я не буду его. А вот этот передний камень, на переднем плане, с него вот холодная водичка, так вот стекает. Он больше такой, так сказать, весь в воде. Мы его не будем сильно тянуть, передние эти камушки тоже, они должны растворяться, где-то вот, в морских... Вот, вот этот камушек, вот сюда. Хотя у нас эта работа практически идёт уже под закруточку. Так, вот, мы её, вот, вот, и пену сюда делаем, вот, ещё раз, пену. Ну, и заодно давайте дерево поправим. Я беру коричневую краску, добавляю в неё жёлтую, жёлтую коричневую красочку. А мумбра натурально хорошо пойдёт. Так, вот давайте вот так вот, я, видите, это дерево. И сюда вот ветки, тут какие-то листочки коричневые. Оно тёмненькое, оно не должно быть светлое. Ну, такое ветреное, где-то расстояется в воде. Может, на нём чайка сидела, взлетела сейчас. Вот, видите, как. Вот оно. Тут мы сейчас посветлее сделаем. Теперь я беру белило, добавляю белило немножко, жёлтенькое такое вот. Ну, буквально чуть-чуть вот. Ну, давайте засветим его. Пусть луч упадёт на него вот так вот здесь вот. Вот, что засветим, чтобы с этим кустиком тоже. Сильно не надо его прописывать. Оно не играет такой роли, оно просто как стопад. Оно как бы движение мы создаём сюда. Потому что птица вылетает, что лучше, а мне стоят, я не верю. Лучше, назад. Вот, и так вот, мягче, мягче нужно работать. Лучше будете. Так. Вот, чтобы луч света был плавный такой переход. Теперь я беру мастихин. Вот оно, видишь, как это. Ну, можно ещё били. Можно били. Можно ещё били. Ещё чуть-чуть били сейчас я. Подбираем тон лучей солнца на небе. Значит, опа. Значит, берём билило. Билило берём. Мешаем с жёлтой светлой. Билило, жёлтое, светлое. И сейчас я должен написать просвет, самый основной, мастихином. То есть, ещё светлее, да, чем вот лимон и жёлтый. А лимон и жёлтый прям вкусный такой, красивый. Да, он хороший. Вот он здесь идёт. Мы потом сейчас тонкой кистью поправим ещё лучи. Где-то он так вот просвечивает этот луч. Где-то жёлтенько попадает тоже красиво, да? Да, вот я мастихином, видите, как. Ага, давай, давай, расстирайся. О, красиво как, да? А куда денешься? Труктура холста. Да, да, да. Ну, размазай вот эту петлю. А что толщину там оставить, где грутое убирай их. Жёлтые убирай. Прости, чтобы было мягко. Нет, вниз, вниз. Низ мастихином сделай ровненько. Прочитесь работать мастихином. Кто хочет научиться, не получается. Приходите к нам на мастер-классы. Я беру мастихин, видите, как бы проследил. Мы сейчас опять флейцем ещё будем делать. И будем ещё делать этим, как его. Теперь я беру кисточку. Вот она, кисточка, я эту беру. И смотрю, где я промахнулся. Я вот этим флейцем исправляю. Видите, я исправляю немножечко. Чтобы этот был просвет красивенький. Я исправляю это. Исправляю. И тут тоже исправляю. Вот возле парусника, посмотри внимательно, там бугры вот эти убирай. Да, да, да. На небе. Выше, выше, выше. Ладно. Видите, она исправляется. Так, теперь я беру эту же кисточку. Вы смотрите, оно у нас такое, как бы, пятно. И прорисовываю опять облака эти. Опять светленькая красочка. Этой же, которой делал лучи. Вот она здесь. Вот, видите, как. Ещё раз её прорисовываю. Жёлтенькие, они как бы освещены. Флейт составил. Ещё раз. Ещё раз. Не надо бояться. Облака это уникальная штука. Вся живопись держится на облаках почти. Холодная красочка там убирается. Видите, как просто всё это. Сейчас мы работу завершаем. Вот они. Тут ещё это облако. Здесь это вот так вот. Вот я посветлее делаю. После этого я беру кисточку и добавляю холодной краской. Беру вот белило, где у нас будет чистый-чистый голубой цвет. Я же говорил вам, что у нас... Так, ну давайте так. Вот у нас в верхней части просвет. Ну давайте здесь сделаем его просвет. Вот он, чистый голубой цвет. Там небо просвечивает. Добавляю белил. И делаю растяжку. Такую тоном. Чтобы он не сильно был посветлее. Видите, вот ближе к сюда горизонту. Использую светлый цвет. Вот у нас ультрамарин где. Самый синий цвет, это просвет. Мы его сохраняем. Вот он здесь. Вот так. Пусть даже вот в просвете где-то облака тут, вот эту черноту берем, чтобы нам создать этот романтизм голубизны. Такой вот. Видите, как бы у нас просвет уходит. И теперь я беру ту, эту же кисть. Давайте вот красочку эту же кисть. И тут облака у нас. Вот они здесь. Тоже просвет облаков. Ты не хочешь там флейтчиком по голубому пройти, если что-то как-то они... Да, 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 мы будем делать, сейчас я сделаю. Все, голубому. Вот. И теперь я беру флейт. А, еще сейчас поправлю. Давайте тут уж больно они синенькие. Да, как-то странно. Да, да, да. Мы к месту они тут. Нормально. Все. Ты думаешь? Да, да, да. Ближе к этим облакам тут посветлее. Мы немножко давайте светлый вот тон. Теперь я беру этот же опять в конце вот этот флейт. Но я могу использовать второй флейт. У нас получается три флейта. Давайте я вот этот возьму. Вот он. А тут так и не поработал. Видите, какой флейт. Хорошенький. Ах, хороший какой. И сейчас я буду работу завершать. То есть я использовал три или четыре флейтца на работе. Так, начнем с светлого. Вот оно, чтобы гладенько было. Вот оно. Чтобы эти облака там оставались. Вот оно. Яхту мы не будем трогать. Она уже готовая. Мы ее написали еще с прошлого раза. Зачем ее трогать? И давайте по верху пойду. Сейчас, почему я этим флейтцем пользуюсь? Чтобы не разрушить тот красочный слой тех облаков, которые здесь у нас есть. Вот они. Красота какая. Кучевые облака движутся. Несут большую тучу. Дождя. Ну, это дождь уже прошел. Сейчас будет у нас прибой и проясняется. Вот оно все это убирается. Вот, иди-ка. Ну, слава Богу. Конечно. Он такой-второй-второй-второй-второй. Да, да. Да, да. Вот он пошел посередине. Сюда вот. Теперь тот дальний, дальний просвет. Вот он тоже мы его высветляем. Видите, как бы он проникает. Эту часть мы не трогаем. Эту мы не трогаем. Теперь я беру кисть и завершаю работу. Так, я завершаю работу. На середину поставь, чтобы не расписалась. Да. Так у нас масленочка крепится. Нерный полетель, тройничет. Я беру ультрамарин с коричневой красочкой, добавляю немножко белил и прописываю тут передний план. Камни, песок, камни здесь. Я прохожу по всей работе. Вот по всей работе сейчас я прохожу. Где надо я высветляю, где надо я затемняю. Например, вот здесь вот передний план я бы высветил, вот так. Таких просится он высветиться. Этот камень, чтобы остался там. Вот я передний план высветляю. Видите, как бы завершается работа. Вот камушки. Мы еще, видите, пену не трогали. Сейчас мы на пену перебросимся. Там, наверное, нам надо прям белилами сильно. Да, да, да. Пена прям накатывать будет. Да, да, да. Объемная. Уже маслом нет. Нет, маслом мы работаем. Я беру чистые белила и рисую волну. Вот она теперь, только сейчас мы волну эту рисуем. Не тогда, когда, а сейчас рисуем волну. Вот они на луч упали, эти брызги, на море, на этот просвет, который дальний план. Видите, тут приходится, что ее как бы завершать работой. Кусто накладывают чистыми белилами, они со временем пожелтеют и будут нормально. Вот тут я, там вот где-то, здесь вот этот обрыв, сюда пена пошла, вот на этот камень, на этот брызг, вот она. Вот здесь мы уже используем только в конце, то есть этот. И плюс тот подмалевок, который остался, он тоже создает определенный рефлекс. Такой вот, так, теперь вот эту пену, передний план, так, вот этот просвет, накатывается волна, так, где-то здесь у нас. Ну, как бы по всей работе переходим. Переходим по всей. Если бы вы обратили внимание, я белила практически не разбавляю. Я густо накладываю, очень густо накладываю. Там вот потемнее, а тут вот, знаете, вот. Ух ты, еще раз сюда, вот она на камушек налетает, когда большая волна. Ого, вот она. Вот это отражение немножко нужно сделать. То есть мы работу завершаем. Именно вот этой частью завершаем работу. Так. Есть такая программа в интернете. Шум моря. Включите и будете заканчивать свою работу. Вот этот шум моря, завершите свою работу. Там так волны бьют. Классно так. Очень прекрасно. Кстати, когда вот устанешь с работы, я иногда включаю и засыпаю под шум моря. Как будто на море. Вот тоже здесь, видите, брызги вот такие. Волны, точечки там, все вот. Вот сейчас мы как бы по работе. Вот этот камушек, он очень активный. Давайте я его приглушаю. Это мы по всей, по всей, по всей работе проходим. Чистые бенила, цинковые. Вот я их уставлю сюда вот. Вот так. Это как все прошлое. Ну, это благодаря еще тому, что мы хороший подмалевок сделали, друзья. Если бы этого подмалевка не сделали, все было бы не так просто. Это кажется, что просто. Все-таки подмалевок сыграл большую роль в нашей работе. Так. Ну, давайте вот здесь вот такая вот пена иногда вот идет. От этого. Тут надо жиденько развести красочку. Вот такая вот. Она такими пятнышками идет. Ну, не сильная волна, но как бы так вот он. Вот он тоже вот. Постоянно стекает тут. Опа. Видите, как его бенила? Не жалейте краски, чтобы они купались прямо на вашей палитре. Так. Ну, и что? Я беру вот. Ну, какой вот цвет? Ну, давайте светленьким сделаем. Давай. Придется светлой краской написать. Эта кисть не отдает краску. Это плохая кисть. Не отдает краску. Нисколько. Персодавителя добавить. Это бесполезно. Может, как-нибудь? Да, как-нибудь. Технологии кистей тоже надо подбирать. И я могу только вот еще раз попробовать вот здесь вот брызги как-то так вот попробовать вот эту скалу. Красиво. И можно еще, кстати, ее немножко чуть-чуть еще посветлее ударить. Чтобы вот бережок был чуть-чуть ее посветлее. Хорошо, как хорошо. Я, когда, ну, по этим работам провожу вот таким, еще раз говорю, небо теплое, а вода, называется, и блики, все должны быть. Движение это у нас. Чуть-чуть повеселее. По движению повеселею облака. А то они ровные такие, прямо как под линейку. Субтитры подогнали Симон. Субтитры создавал DimaTorzok